Светогорск 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 Что хочется сказать и братья, и сестры тут собравшиеся. Не бывает внутреннего духовного возрождения без внешнего возрождения. Святитель Иоанн Златоуст в своем слове интересные слова говорит, что как дерево без коры усыхает и вскоре погибает, так и внутренняя духовная жизнь без внешнего обрядового благолепия умаляется и вскоре исчезает. Ведь недаром безбожники что делали? Рушили храмы, скидывали колокола, в первую очередь сбрасывали крести из церкви. Это у них было как знак победы над церковью. Но когда мы эти крести ставить начинаем, это говорит, что церковь непобедима, как и Господь сказал, что зиждут церковь мою и врата адова не удаляют ей, аз есть в славе восемь и до кончания века. А самое главное в том, что сколько мы с вами храмы строим, созидаем, освящаются потом храмы. Самое главное в том, что эти храмы не стоят в пустыне. Они потом наполняются народом, народ тянется, кто-то впервые переступает порог храма, кто-то с радостью, как постоянный прихожанин церкви Христовой, кто-то присматривает, что на такая церковная жизнь. Но все равно люди переступают порог храма. Храма, который строился вроде нашими руками, из простого кирпича, из простого какого-то материала. И, как бы сказать, трудовый процесс, как на Вене вроде бы шел. Но знаете, как в старину спрашивали, по-разному можно делать это дело. В старину спрашивали у рабочих. До одного подходят, говорят, что ты делаешь, что ты не видишь, кирпич вожу. Подошли до второго, что ты делаешь, скажешь, семью кормлю. Подошли до третьего, ты что делаешь? Храм Божий строил. Поэтому поможи Господи. Хай, братья, Господь хранить вас за те кирпичики, за те растворы, за те цементы. Я знаю, что когда на страшный суд мы все встанем и прийдем, каждому из вас кирпичик на веса Божественного правосудия положится. Потому что преподобный Александр Свирский в свое время строил храм покровы Божией Матери у себя в монастыре. Этот храм до сих пор стоит с 16 века. Только когда он строил храм, ему явилась Божия Матерь. И сказала, знай, что даже один кирпич, положенный в стену моего храма, будет иметь великий вес на страшном суде Сина своего и Бога, как добродетель, сотворенный человеком. Да, так и тут, на каждую нашу неправду какую-то в жизни Господь будет даже кирпичить, и что мы в стены клали храма, будет вложить во спасение нашей души. По слову святителя Феофана Затворника, что говорит, на страшном суде Бог будет шукать не грехи человека, чтобы наказать его. Феофан Затворник пишет, что на страшном суде Бог будет шукать добродетеля человека, чтобы оправдать его, потому что Бог есть любовь. Храни вас за Господь и Царица Небесная. Хрест на целование давать не буду, потому что обычно по традиции, но в освящении Христа целует, мы там уже не достанем. После этого на надвратный храм были установлены три купола. Стола поварены из металла, усилены, покрыты булатом желтым. Диаметр 5 метров, высотой 5 метров. Это большой купол. Меньший в диаметре по 3 метра и высотой 3 метра приблизно. Я думаю, что даже Бог должно получиться все в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok